Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Сегодня мы поговорим об умеренном исламе. На прошлой неделе господин Рамзан Кадыров, президент Чечни, выступил перед чеченской диаспорой в Иордании. На их встрече он заявил, что главным врагом ислама, и в частности чеченского народа, является Израиль. Более того, он привел слова пророка Мухаммеда, сказал, что с кем больше всего воевал пророк Мухаммед? Именно с евреями. Оппозиция чеченская заявила, и глава оппозиции заявил, что не совсем согласен с Рамзаном Кадыровым, что это его внеочередные попытки развязать и разжечь ненависть по отношению к Израилю. Но он сказал следующую вещь, что на самом деле у Мухаммеда была всего лишь одна битва с евреями, и много бит с арабами. Он не стал оспаривать мнение президента, не стал говорить, что Израиль их, как говорится, друг, или евреи, их друзья. Нет, исламская идеология именно заключена в том, чтобы уничтожить, как мы не раз уже говорили, бороться с евреями, уничтожить евреев, и потом уже бороться с неверными. Надо отметить, что Чечня является, так называемым, представитель, чеченский народ является, так называемым, представителем умеренного ислама. Также к таким представителям можем отнести таджиков, узбеков, киргизов. И все эти народности, как мы знаем, населяют Россию. Более того, Рамзан Кадыров находится под достаточно серьезным влиянием Кремля. И мы видим, что раз он допускает такие выступления против Израиля, против еврейского народа, объявляет Израиль врагом номер один, значит, мы видим, что на российской стороне в Кремле молчаливо дают этому согласию. Более того, наш народ, как мы уже говорили в одном из видео, еврейский народ, Израиль, ведет достаточно серьезную политику по заключениям союзов, по объединению, ведет также переговоры с той же Россией. И мы говорили про Саудовскую Аравию, которая тоже достаточно тепло начала относиться до поры до времени к Израилю. Мы говорили о сотрудничестве с Оманом, но мы знаем, что нет такого понятия умеренный ислам. Есть спящий ислам. До поры до времени эти мусульмане, которые населили и населяют всю Россию в данном случае, есть мусульмане, которые населили и понаехали во всю Европу. Данное видео я снимаю из Вены, из Австрии. Здесь полным-полно представителей, как говорится, мусульманского мира, арабов. И все они под видом мирных граждан в нужный момент просто могут выхватить нож или все, что угодно, и нанести удар. Для Израиля это огромный урок. Почему? Потому что постоянно ведутся с Россией переговоры, заключаются определенные сделки, соглашения. Но мы должны не забывать, что в определенный момент так называемый спящий ислам может проснуться и нанести удар, будь то в той же России, будь то в Европе. Но в первую очередь, как мы сказали, у них лицо, их, как говорится, волчьи зубы направлены против евреев, против нашей страны. Полный детальный обзор данной новости вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем видеть большие события и прекрасные события, чудеса в нашей прекрасной цветущей стране. Всего доброго и до скорых встреч!